Всем привет. Меня зовут Анвар Рамазанов. Я бэкэнд-разработчик в команде ModelBank. Сегодня я хочу с вами поговорить про исключения. Почему эта тема важна для меня? Я нашла в моем понимании какой-то такой отводзук, что я решил подготовить доклад, потому что я работаю, собственно говоря, в банке. Банк — это место, которое не прощает вам ошибки. Вы не можете в принципе ошибаться, потому что вы работаете с деньгами ваших клиентов. И клиент будет крайне недоволен, если из-за вашей ошибки он свои деньги потеряет. Поэтому тема важна для меня, и хотел бы поделиться ее с вами. Но перед тем, как перейти… Так, не перейти. Перейти к теме исключений, давайте посмотрим вообще, какие существуют подходы к обработкам ошибок. Один из первых подходов, который появился, это коды возврата. Это паттерны специальные, такие как result, написание кода в функциональном стиле для того, чтобы ваш код не прерывался, и, собственно говоря, исключения. Коды возврата. С кодами возврата многие из вас встречались, зачастую, когда… Я помню, такие времена, когда в детстве устанавливал диск в свой компьютер, хотелось найти игру, запускал инсталлятор, он крутился и крутился, и потом бас говорит, ошибка 0x, 806, 505, B, B, C, чего такое, что делать с этим, как с этим жить, поиграю я дальше, выберу или не поиграю. Поэтому исключения своей жили. Как я считаю, они остались только в старых языках, таких как C и Fortran, ну и, собственно говоря, уже почти не используются. Pattern Result или другие паттерны, они используются уже в современных языках, такие как Go, например, или Rust, это вообще общепринятый подход к обработке ошибок, когда вы пишете какой-то код, который возвращает вам результат, собственно говоря, и ошибку, если она есть. После выполнения кода, естественно, вы должны проверить, выполнился он у вас успешно, либо с ошибкой. NoTrack Catch или непрерывный флоу, собственно говоря, примерно C-Sharp, но также можете написать такой же код примерно на JS, на Ruby, на любом языке, который, в принципе, поддерживает какие-то околофункциональные вещи. Это подход, который, в принципе, тесно связан с предыдущим, когда вы пишете какие-нибудь свои монады, используете Pattern Result и устраиваете длинный-длинный вот такой вот флоу, который делает непонятно что. На самом деле, мне как программисту всегда достаточно сложно читать такой код, я такой думаю, ох, блин, как сложно. И исключение. Исключение — это идея развития кодов ошибки. Чем они выгодно отличаются от кодов возврата? Исключение позволяет обрабатывать ошибку, собственно, не в том месте, где она возникла, а в каком-то другом, где вы знаете больше о том, что нужно сделать. И, собственно говоря, исключение не накладывает на программиста какого-то определенного требования для того, чтобы проверять результаты выполнения функции каждый раз после ее выполнения, как было в случае Go and Rust. То есть вы получили исключение там, где вы хотите его получить. Исключение — это современная тема, есть во всех языках программирования, в Delphi, в C-Sharp, в Java, в C++, есть даже в 1S, можно увидеть пример кода на экране. И дядюшка Боб Мартин, который, Роберт Мартин на самом-то деле, говорит нам, используйте исключение вместо кодов возвратов. Почему? Потому что они делают ваш код чище. Вы отделяете бизнес-логику от обработки ошибок и ошибки обрабатываете специально предназначенным для этого места. Код становится чище, его удобнее читать и его удобнее поддерживать. Но исключение, наверняка все знакомы уже, это не такая простая тема в C-Sharp, как могло бы вам показаться. Вот на экране я привел пример простого кода в двух строчках, который, собственно, что делает? У меня есть какой-то файл по какому-то некому пути и я хочу его прочитать. Как думаете, сколько вообще исключений может выбросить данный код? Есть какие-нибудь предположения у кого-нибудь? Три минимума. Три? Кто больше? Нет, тебе нельзя. Десять. Есть еще предположения? Нет, да? На самом деле 12. Ты был близок. Вот когда вы пишете вот такой код, вы думаете про вот эти все 12 исключений? Я вот на самом деле нет. Я подумаю максимум про два, ну про три может быть. В крайнем случае про четыре, но никак не про 12. Поэтому исключения это достаточно сложная штука для понимания и надо всегда быть предельно аккуратным. Как, собственно говоря, Microsoft реализовали исключения? В 2000-е годы, когда создавался язык C-Sharp и планировалась платформа CLR, Microsoft задумали сделать исключения хорошо, красиво, структурировано. То есть у нас есть класс exception, абстрактный, от которого наследуются два других класса. это application exception и system exception. Но, как говорится, мы все планируем всегда красиво, получается не всегда прикольно, как получилось на самом деле. Microsoft в ходе реализации CLR сами потеряли свою логику и зачастую используют исключения в разных стилях. То есть, например, в application exception вы можете от application exception наследовать таргет как на location exception, который, собственно говоря, относится к CLR. System exception, зачем-то засунули формат exception, как, на мой взгляд, который относится больше к уровню приложения, чем к уровню CLR. и поднаследовали всякие исключения от самого exception. Поэтому мой совет, наверное, простой. Я советую то, что делают все, не париться и наследоваться просто от исключений. Немного из того, что знают все, но иногда забываю я. Ваше исключение, которое вы пишете, должно быть всегда сериализуемым. Почему это важно? Однажды, расскажу историю своей жизни, как-то я сидел, писал один код и решил такое забабаху, и я свой собственный класс исключений, которые буду отлавливать, и все красиво у меня будет. Но я забыл, что исключение должно быть сериализуемым. Написал его, запустил, и полдня потом потратил на то, чтобы отловить странный баг, потому что мой код работал через шину RabbitMQ. В RabbitMQ попало мое исключение, оно не смогло сериализоваться. Да, RabbitMQ мне радостно выплевывал ошибки, и я сидел, только не понял. Ё-моё, что происходит? Вот, с тех пор я научился некоторым, сделал выводы. Теперь я использую специальные сниппеты. Я использую в студию, ну, как бы, среду разработки Raider. В Raider есть такая классная функция, когда ты пишешь exception, кликаешь tab и получаешь такую балланку. Всем рекомендую. Не теряем контекст. Зачастую начинающие разработчики забывают о том, что с исключениями, когда вы делаете retrow, можно потерять контекст. Чем это неприятно? Тем, что вы, когда будете потом читать ваши логи, не поймете, потеряете место, в котором они у вас возникли, собственно говоря, исключения. И вам будет достаточно сложно понять, что происходит. Поэтому такой код, как здесь есть, не рекомендуется к написанию. Даже вот Raider подчеркивает, собственно говоря, что так не стоит делать. Стоит делать вот так. Ну, я думаю, это знает все, кроме меня зачастую. Виды исключений в .NET. Стоит помнить, что .NET это не только C-Sharp, Visual Basic, F-Sharp и прочие языки, но это и в том числе какие-то около неуправляемые языки типа C++, Поэтому C++ Клай может позволяет вам по стандарту языка C++ выбросить вместо исключения любой объект. Если вы работаете с таким кодом из вашего C-Sharp приложения, то вы получите специальный Rapid Exception, в который, собственно говоря, положится в тело исключения, в специальное поле объект, собственно говоря, объект, который у вас был. Такие исключения называются CLS несовместимыми, потому что они написаны не по спецификации Common Languages Specification. CLS совместные — это все остальные исключения, которые, собственно, наследуются от Exception. Здесь ничего сложного. Давайте пройдем дальше и посмотрим чуть глубже, как уже устроены приложения. Я написал небольшой пример с помощью Sharp Lab, посмотрю, декомпельну его в Code и вот, собственно говоря, результат на экране. Как видите, ничего сложного здесь нет. Собственно говоря, любое исключение разделяется на блок Try, на блок Filter, если у вас есть конструкция, собственно говоря, что-то типа When, блок Catch и блок финализатора. Обработка исключений. Предлагаю вам пройти еще чуть-чуть поглубже и посмотреть со стороны Windows, как же, собственно говоря, устроены исключения. При проектировке операционных систем так, 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 которые старше 98, Microsoft, ну, в общем-то, неважно. В всех современных операционных системах Microsoft есть такой механизм, который называется структуру Exception Hangler. Собственно говоря, что это такое? Это специальный код, написанный на C++, который разработал Microsoft, который, собственно говоря, делает Try, Accept и Finally. Чтобы… вы можете написать свои собственные обработчики исключения для любого типа, использовав специальные фильтры. Для этого надо использовать специальные константы, которые называются Exception Execution Handler, Exception Continue Execution и Exception Continue Search. Что, собственно, делают? Exception Continue Search позволяет сказать коду на плюсах, что, собственно говоря, исключение здесь не было обработано, и его стоит поискать обработчик дальше по коду, дальше по стеку. Exception Continue Execution, собственно говоря, обрабатывает эксключение и говорит платформе, что, собственно говоря, Exception обработан и Exception Executed Handler, когда, собственно говоря, выполнится блок Accept. А как в Linux? С приходом .NET Core все стало чуть-чуть сложнее, потому что .NET Core приложение запускается не только в Windows, но уже и в Linux, и в Mac. И в Linux подход немножко другой. Там уже нет структуры Exception Handler и всякое такое. Там используются сигналы. Собственно говоря, там тоже совсем простая идея, использована EC, когда вы просто кидаете сигнал, ловите его, и те самые как раз-таки получаете коды ошибок. Исключение — это дорого. Тоже такая одна около боль из реальной жизни. Хотелось бы поговорить. Зачастую я видел код, в котором исключения использовались как часть бизнес-логики. И это было дорого, и я всегда заворачиваю такой код, говорю, что нет, чуваки, так не пойдет. Почему? Потому что исключение — это дорого. Еще раз. Я написал небольшой бенчмарк. Собственно говоря, у меня есть метод calc, который считает разность, собственно говоря, считает результат деления соседних элементов массива и кладет его в новый массив. И в одном случае я не проверяю на ноль, ловлю исключение, увеличиваю счетчик ошибок и пишу его в конце кода. И второй метод, который, собственно говоря, делает то же самое, только с проверкой на ноль. Написал им тестовое окружение, запустил на тысячу случаев, случайно нагенерил нулей, закидал по массиву с данными и запустил. Собственно говоря, что я получил? Я получил то, что код с исключениями работает на почти 4-5 порядков больше, чем код, который работает без исключения. Почему это так? Потому что, когда вы ловите исключение, ваш обработчик начинает искать по стеку нужный ему обработчик. Операция переключения стеков достаточно затратная. То есть, когда у вас идет выполнение выхода из стека, у вас идет переключение контекста. В контексте переключать дорого. Потом, когда вы обрабатываете исключение, вы генерируете специально в объекте исключение, собственно говоря, стек трейс. Стек трейс собирается тоже очень долго. Прям капец как долго, потому что у нас по рассказам коллег был такой код, который один разработчик решил написать и отловить ошибку. И такой я подумал, что исключение это дорого, я буду использовать просто environment stack trace и выведу его в какие-то логи. Собственно говоря, код этот работал очень долго, коллеги его успешно нашли и профиксили, но боль такая вот осталась. С тех пор мы не используем stack trace в наших логах. С приходом C-Sharp 4 и платформы .NET 4.5 появилась асинхронность в .NET и собственно как работают асинхронные методы с исключениями. Если у вас исключение произошло в void методе, вы получите недетерминируемый, неотловленный исключение. Если вы его не поймали, собственно говоря, в этом методе, то собственно выполнение программы у вас прекратится. Чтобы этого не было, предлагаю использовать асинхконтекст из библиотеки асинх.ex и все будет у вас хорошо. Случаи методов, которые возвращают задачи. У них все просто. Собственно говоря, если вы этот метод awaitите, вы получите тот исключение, которое вы выбросили в методе. Если вы его не awaitите, а запускаете просто что-то типа task run, то ваши исключения попадут в aggregated exception. И есть один не тонкий нюанс, то что если вы запустите ваши несколько задач, то есть какой-то чейн и задач, и одна из задач будет работать, затачите ее к родительской, то скорее всего исключения вы потеряете и их даже не сможете отловить. Поэтому стоит с этим быть аккуратным. Исключение и потоки. Как я уже повторял, почти любое необработанное исключение, как правило, вызывает завершение работы приложения. Поэтому если вы запускаете какой-то поток, у вас есть необработанные исключения, ваше приложение упадет. С другой стороны, если вы уловите какие-то исключения в потоке, зачастую как бы это накладывает какие-то расходы и достаточно сложно с этим жить. Поэтому надо выбирать какой-то трейдов между этим. И есть два специальных исключения для работы с потоками в .NET. Это thread abort exception и app domain unloaded exception. Собственно, зачем нужен первый? Первый нужен в платформах .NET full, который, собственно говоря, просто .NET, для того, чтобы реализовать работу thread abort. В принципе, вы его поймать никогда не сможете. Его ловит сама CLR, обрабатывает, и вы его никогда не получите. App domain unloaded exception тоже примерно на таком же уровне. Ну, еще хотелось бы сказать, что потоки, которые вы запускаете, запрещено завершать в блоках catch или final для того, чтобы ваше приложение не скатилось в тартарары со сломанными стейтами, там всем записи уже в Windows журналы, что у вас все пошло не так. Поэтому Microsoft это запретили. Ну, и важно отметить, тоже вот здесь хотел бы отметить, что есть такой метод, который все думают, что final отрабатывает всегда из 100%. На самом деле есть три лазейки. Это environment exit, environment fail fast и stack overflow exception. В этих трех случаях в блок final на CLR не заходит. Если в первых двух случаях, наверное, понятно почему. То есть fail fast просто падает с каким-то кодом ошибки, как, собственно говоря, exit, причем fail fast упадет быстрее, то stack overflow непонятно. Расскажу, наверное, об этом чуть попозже, потому что у меня есть исключения, которые нельзя поймать. И как раз-таки первый из них это stack overflow exception. Stack overflow exception. Его, собственно говоря, нельзя перехватить с коротким примечанием без станцев бубнов, потому что вы можете написать свой обработчик в Windows для того, чтобы перехватить, не в Windows, а структуру от exception handler, чтобы его перехватить в коде в C++, вот это все. Но я об этом не хотел бы останавливаться. Есть специальные статьи для этого и доклады на, например, .next, где чувак рассказывал. Поэтому об этом не хочется. Хочется рассказать про что? Про то, что если в стеке у вас не хватает места, то вы, собственно говоря, попадете вот со stack overflow. И чтобы такого не было, вы можете проверять размер оставшегося стека методами ensure-sufficient-execution-stack и try-ensure-sufficient-execution-stack. И, наверное, хотелось бы здесь отметить, что размер стека в разных платформах .NET очень разный. То есть если для полного .NET в x86 это 512 кб, для x64 это 2 мегабайта, и для .NET Core это всего 64 и 128 килобайт. Причем важно отметить, что упадет, собственно говоря, приложение, когда у вас останется около половины стека. То есть все равно какое-то место в стеке есть, чтобы приложение могло аварийно завершиться. Out-of-memory exception. Тоже достаточно интересное исключение. Поймать вы его тоже зачастую не сможете, потому что бывают разные истории с ним. Во-первых, хотелось бы отметить то, что если вы пытаетесь создать объект больше, чем 2 гигабайта, даже если вы создаете провожение x64, вы упадете с out-of-memory. Почему? Потому что, собственно говоря, Microsoft запрещает это. Для того, чтобы можно было создать чуть побольше, нужно использовать специальную опцию для приложения, которая называется gc-allow-very-large-object, и тогда у вас получится. Но важно также и помнить, что out-of-memory — это не всегда про то, что у вас не хватает памяти. Памяти у вас может хватать, но, например, вы попытаетесь создать массив, длина которого превышает определенное значение, которое больше 2 миллионов, 146 и прочего. И, в принципе, тогда вы тоже получите такое исключение. Либо при констеринации срок, когда у вас индекс выскочил больше, либо таких случаев, на самом-то деле, если полистать в библиотеку стандартную, еще шарпа, тоже очень много. Поэтому не всегда out-of-memory — это нехватка памяти. Ну и, на самом деле, хотелось бы важно отметить, что как и в случае со stack overflow, так и out-of-memory очень сложно что-то делать. Если у вас не хватает памяти, то вы не сможете записать ваши исключения, создать какой-то класс, сделать еще что-то. И, в принципе, очень сложно сохранить правильный стейт-приложение, и, скорее всего, вы упадете. Структура exception hangler. В принципе, они тоже попадают, собственно говоря, в обработку .NET, и они работают достаточно интересно. То есть все структуры exception hangler, которые напрямую не замапились, мапятся в определенные exception в .NET. Собственно говоря, если вы получили структуру exception hangler, который имеет код status no memory, вы получите out-of-memory. Если у вас status access violation, то тут уже варианты будут в зависимости от версии .NET и версии того, как у вас настроены всякие разные приковушки. То есть если вы включили флаг в legacy null reference policy, то вы получите всегда null reference в случае, если у вас в неуправляемом коде возник status access violation. В случае, если ваш код запускается вне GTO, но этого флага не стоит, вы тоже получите access violation. В принципе, в GTO, но если вы вне раздела null reference, вы получите стак вне раздела приложения, вы получите null reference, и во всех остальных случаях вы получите стак, собственно говоря, seh exception. Access violation exception. Это один из самых сложных, самых таких исключений, и зачастую как бы с ним, про него там пишут как раз-таки те самые доклады про огромные, как же сложно работать с исключениями. Я не хочу на этом тоже долго останавливаться. Хотелось бы отметить, что в принципе его нельзя обработать, если он вызван в нативном коде, то есть ваше приложение просто упадет молча и запишет в журнала Windows, что там произошло какое-то исключение. Его нельзя отловить .NET Core. .NET Core тоже полностью крашится при получении access violation. И хотелось бы отметить, что в зависимости от версии использованного full.NET Framework у вас как бы могут быть разные варианты. То есть его нету в .NET 1, в .NET 2 его можно спокойно ловить и спокойно работать с ним. И в .NET 4 в принципе он уже почти не ловится, если не включить специального флага. Собственно говоря, все. Так вот закончен. Спасибо за внимание. Я как-то пытался вам рассказать про исключения, про свою боль. И жду от вас вопросов. Хотел бы отметить сразу, что за хороший вопрос у нас есть небольшой приз. Спасибо. Спасибо, Анвар. Вопросы давайте. Спасибо за доклад. Вопрос по поводу исключения, это дорого. Там был классный пример, лабораторный, все классно. Действительно в данном примере можно проверить на ноль и так далее. Но в реальной жизни зачастую, например, какой-нибудь импортер ты пишешь, который какие-то данные из внешней системы пытается импортировать куда-то к нам в базу, например. И там не факт, что каждая запись корректно ляжет. И там именно так и получается, что у тебя цикл и в цикле try-catch. Что делать, если это так дорого? То есть это норм или все-таки с этим как-то бороться? Ну, хотелось бы отметить, что вряд ли вы к импортеру предъявляете какие-то строгие требования по времени выполнения или еще почему-то. То есть все равно какой-то есть у вас рядов на то, что это будет несколько дорого. Ну, то есть какое-то время вам придется подождать всегда. Причем, скорее всего, вы больше потратите на запись базы данных, на выполнение транзакций и чего-нибудь такого, чем, скорее всего, на обработку исключений. Речь, скорее, идет про тот код, который у вас должен выполняться, ну, как бы очень быстро и в котором как бы стоит вот учитывать такие вещи. То есть понятно, что от этого никуда не деться. То есть если вспомнить, я вначале приводил вам примерчик, что он как бы… вот этот вот. Ну, как бы вот как с этим жить на самом деле. Ну, никак придется как-то жить, как-то писать код, стараться делать его лучше. Некоторые исключения отсюда на самом деле возникают даже не по вине программиста. То есть, например, какой-нибудь… какой-нибудь auto-access violation exception, если это произойдет. Вообще, в сути, я так понимаю, что иногда это дорого, но иногда это не было. Ну, иногда, да. В любом случае, жизнь – это жизнь, как бы не бывает черных и белых красок, всегда есть какой-то трейд-офф. И… как бы надо здесь… в зависимости от ваших требований надо как бы делать все под это. То есть никаких лабораторных примеров не бывает. Все, да, ответил вопрос. Еще вопрос есть? У меня есть. Ага, да. Ну, давай ты. Я буду глупо выглядеть. В каких случаях возникает access violation exception? Вот я что-то не очень хорошо помню. Но ты можешь переключать. Собственно говоря, когда ты попытался прочитать из памяти, которой доступ к тебе на самом деле нет. Это рулится на самом деле процессором. То есть CPU тебе говорит то, что ты пытаешься читать из памяти, доступ к которой у тебя нет, потому что современные процессоры не разделяют, стараются разделять память между приложениями. И зачастую уже на уровне процессора есть такие вещи. И как бы процессор говорит винде, винда говорит тебе, что, блин, чувак, ты пытаешься читать из какого-то неправильного места. А потом в зависимости от разных флажков, настроек и прочего. Все, ты получишь либо no reference, либо access violation. Но такой вариант не исключен вот в этом случае, потому что вы читаете все-таки из файла. И чтение с файла это как бы нативная операция. В общем, я так понял, что такое может быть, в принципе, если мы пытаемся считать за массивом или если у нас, например, несовместимость между версиями библиотек. Одна там 32-битная, другая 64-битная. Я правильно понял? Ну да. Эти ситуации как раз-таки приведут к тому, что вы пытаетесь прочитать с памяти другого места. Но на самом деле стоит важно понимать, что C-Sharp же тебе не даст прочитать с памяти в другом месте, потому что C-Sharp как бы вот своя CLR со своей памятью. То есть это исключение должно произойти только в нативном коде. Коде. А вот если напишешь unsafe, вот тогда да. Тогда начнется веселье. То вы же не пишете unsafe, надеюсь, C-Sharp. Я очень люблю unsafe. Ты ловил когда-нибудь access violation? Так, еще есть вопросы? Да ладно. Я просто не понял, вот ты сказал стерилизовать, да, получается эксепшены? Ну, типа хороший тон. А как они у тебя в шину попали? Мы же обычно ID-шники кидаем просто в шину. У нас есть специальный врайпер для масс-транзита, который передает, собственно говоря, данные туда-сюда. И в этом врайпере для того, чтобы было понятно, что у тебя пошло что-то не так, в случае возникновения эксепшен, этот эксепшен пытался стерилизоваться. И когда я был начинающим молодым разработчиком, я такой подумал, блин, да кому нужна эта стерилизация? И провозился с одной из такой вот боли полдня. То есть получается у тебя сейчас все эксепшены, которые ты унаследовал от эксепшен, они у тебя все стерилизованы, да? Я не пишу сейчас эксепшены. Поэтому такой боли у меня больше нет. Можно вопрос тоже? Есть ли какая-то рекомендация относительно того, когда нужно создавать свои типы исключительных исключений, а когда нужно использовать те, которые в том же дутнете имеются? Как определить разработчиков? Ну, собственно, да. На самом деле, когда вы хотите передать какие-то данные через исключения, то есть вы же передаете не только исключения, но какие-то аргументы, то есть, например, что-то, записать какие-то данные, которые вы хотите вместе в том месте, где вы обрабатываете исключения, какой-то контекст передать, вы зачастую пишете свое исключение. Вы, конечно, можете положить их в exception, data и там попробовать сериализовать, но зачем это, если можно написать свое красивое исключение, которое будет сериализоваться и передаваться везде по-человечески. То есть сериализация, она тоже стоит достаточно денег, а в исключение можно положить уже готовый объект, ссылку на объект, и он не уничтожится. Адвар, у меня еще вопрос. Можно ли завернуть так много exception-ов друг в дружку, чтобы словить stackoverflow? Или хотя бы outofmemory. Идея прикольная. Stackoverflow, скорее всего, ты не получишь, а вот outofmemory ты получишь, когда достигнешь огромного количества элементов массива, когда у тебя будет создаваться aggregated exception, в котором будет много-много-много вложенных. Ну то есть ты работал уже с aggregated exception, знаешь, что внутри aggregated exception, собственно говоря, массив из других исключений. И когда вот этот массив у тебя переполнится, заполнится на 2002 миллиарда... Сколько там было? Так, 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 не то, не то. Ну вот, на 2 миллиарда 146 миллионов 435 тысяч 070 второе исключение вызовет у тебя out of memory. Понятно, спасибо. Так, еще есть вопросы. Просто много всяких типов exception смотрели, а не смотрели свойства exception. То есть вопрос такой, какие из свойств exception самого базового для тебя самые полезные, то есть интересные, какие ты юзаешь? То есть я юзаю, например, там, месседж максимум, да, какой-нибудь inner exception, ну, и как бы и все. Stacktrace. Вот, ну, здесь можно как-то поподробнее, то есть что ты юзаешь в повседневной жизни? Ну, я в повседневной жизни обычно юзаю месседж, stacktrace. Все остальное, как бы вообще на самом деле я исключения почти не читаю и в коде, потому что у нас есть логирование, все ошибочки логируются, исключения логируются. И не полностью все исключения попадает в логи, надо понимать, да, то, что там попадает только stacktrace в основном, месседж, и бывает попадает дата. То есть в дату мы записываем какой-то контекст для того, чтобы понять, в каком месте, на какой ноде, например, у нас возникла ошибка. Все остальные, в принципе, как бы особо и не используем. Хорошо.